Решение многочисленных заданий, изучение материала, выходящего за пределы школьной программы и личный интерес к выбранному предмету – все это о подготовке к ежегодной Республиканской Олимпиаде. В 2024 году в заключительном этапе интеллектуального соревнования приняли участие 24 новополских школьника, что немаловажно, а весьма результативно. Это учащиеся из двух гимназий, лицея, 14-й школы, 12-й, 11-й и 4-й школы. И школа номер 1. Из 24 участников 16 результатов. Это 13 дипломов и 3 похвальных отзыва. Этот результат превзошел результат прошлого года, когда у нас было 12 дипломов и 1 похвальный отзыв. По итогам заключительного этапа Республиканской Олимпиады, средняя школа номер 12 города Новополоска может похвастаться аж двумя дипломами первой степени. Два абсолютных победителя заключительного этапа Олимпиады по учебным предметам. Диплом первой степени по английскому языку получила Анна Кунцевич. За 11 лет обучения девушка успела изучить школьные материалы по иностранному языку от корки до корки. Свой вклад в подготовку юного дарования внесла и педагог Оксана Лисовская. Упор делали прежде всего на развитие устной речи. Плотовка была очень усиленной. Она началась еще где-то в середине осени. Я уходила со множества уроков, старалась как-то получить достаточно оценок, чтобы начать уделять время самой Олимпиаде. Я готовилась в основном по материалам из различных книг, в основном письменные. А когда было время моей учительницы, мы занимались также аудированием или устной речью. В основном устная речь давалась мне тяжелее всего, поскольку это такая самая практическая часть всей Олимпиады. Второй диплом первой степени принадлежит любителю точных наук. Денис Свистунов стал победителем заключительного этапа Олимпиады по математике. Молодой человек твердо уверен, что математика царится наук, ведь она встречается на каждом шагу. Я не люблю учить, и в математике просто достаточно понятия, чтобы уметь пользоваться материалом. И математика довольно распространена в жизни, и она помогает развиваться в других науках. Большую часть школы занимался в кабинете математики, и дома также занимался дополнительно. Меня поддерживал мой учитель, учителя всей школы, родители и администрация школы. Всего в заключительном этапе Республиканской Олимпиады свои знания продемонстрировали полторы тысячи ребят из разных уголков Беларуси. Порядка 700 учащихся получили заслуженные дипломы победителя, что сродни счастливому билету, ведь при поступлении в ВУЗ по соответствующему профилю эти ребята имеют право стать студентом без вступительных испытаний. Анна Сморчкова, Сергей Золынский и Сергей Пальцев. Телеканал «Звезда». Продолжение следует...